Во многих знаниях много печали, это верно, но давайте обратим внимание на другое. Многие знания могут принести его обладателю баснословный выигрыш. Для этого нужно всего лишь принять участие в нашем шоу «Русская рулетка». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу представить вам наших героев. Сегодня с нами играют звезды рекламы Сергей Рубека, заслуженный артист России, актер театра имени Маяковского. Любит исторические романы, кинофантастику и рыбалку. Личный девиз «Медленно, но верно». Здравствуйте. Добрый день. Я очень рад вас видеть. Я знаю, что о вашем герое, который вы сыграли в рекламном ролике, уже народ слагает анекдоты. Вам известно что-то из народного творчества? Достаточно много. Ну-ка расскажите. Ну, я могу рассказать самый любимый. Давайте. Владимир Ильич Ленин звонит Феликсу Муновичу Дзержинскому. Феликс Мунович, батенька, годовщина октября. Надо бы повесить человек 230 белогвардейских офицеров. Владимир Ильич, говорите точно, сколько вешать. Прекрасный анекдот, аплодисменты. Сергей, желаю вам удачи. Занимайте свое игровое место. Людмила Артемьева, заслуженная артистка России, актриса театра «Ленком», обожает кокосовое молоко и музыку «Дождя». Пришла к нам в программу, чтобы проверить собственные нервы, никогда не унывает, о себе говорит, родилась, обрадовалась, да так и осталась. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Вы рады, что вы оказались в гости нашего сегодняшнего шоу? Я счастлива. Сюрприз. Сюрприз. А, кстати, ваша Люси, сыгранная, блистательно сыгранная вами, получила на Кинотавре приз. Поздравляю, зрители присоединяются к поздравлению. Спасибо, спасибо. А на нашей сегодняшней площадке вас тоже ждет приз, но только его нужно выиграть. Это один миллион рублей. Да. Сумма, согласитесь, достаточно приятная, стоит за нее побороться. Секантно. Людмила, еще раз поздравляю с высоким призом Кинотавра. Спасибо. Идите, занимайте свое игровое место, прошу вас. Александр Зиновьев, актер с тремя образованиями, закончил технический университет, курс актерского мастерства из Шукинского училища. Обожает суши, зеленый чай, азиатскую музыку, жизненный девиз, помогать слабым. Александр, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Александр, вы любите экстремальные занятия, такие как парашютный спорт, парапланиризм. Винсорх. Я знаю, что если вы победите, у вас мечта сделать так, чтобы была возможность жить на побережье, где живут добрые зверюшки, как Маугли. А где вы планировали бы поселиться? Ну, наверное, там, где наибольшее истребление животных, наверное, там, чтобы защищать их. Ну, в общем, да, судя по вашей комплекции, вы легко можете защитить животных от любого браконьера. Сможете ли вы защитить себя от, возможно, неминуемого падения, мы узнаем очень скоро. Прошу вас занимать ваше игровое место. Ольга Прохватыла. Актриса закончила театральный институт в Екатеринбурге, любит футбол, фигурное катание и мягкие игрушки. Личный девиз. Все будет хорошо. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что Питер Гринвей, известнейший режиссер, заметил вас и пригласил вас сниматься в своем новом кино. Это правда? Правда. Рассказывайте, о чем будет кино и какую роль вы будете играть. Ой, какую роль, я не знаю. Я знаю, что два блока было осенний блок, уже наши актеры снялись, и должен быть весенний. Он пока откладывается на лето. А где съемки проходят? Вот они были, те, которые осенние, кажется, в Англии. А новые? А я не знаю, вот сейчас жду. Когда позовут? А я думаю, что сейчас все телезрители, которые болеют за вас, ждут, когда вы выиграете у нас один миллион рублей. Давайте этим займемся прямо сейчас. Прошу, вы занимаете игровое место. Ярослав Бойко закончил школу студию МКАД. Актер театра Олега Табакова. Обожает играть в футбол и есть в украинский борщ. Мечтает о том, чтобы сборная России кубополу победила в следующем чемпионате мира. Жизненный девиз. Все пройдет. Ярослав, здравствуйте. Я не протягиваю вам руки, потому что знаю, вернее вижу, у вас травма. Что случилось? Девушку спасал. Из горящего вагона. Так, рассказывайте поподробнее. Ну, это пока тайна в новом фильме. А, это в фильме вы ее спасали, там был сложный каскадерский трюк, и вы чуть-чуть не побереглись. Ну, чтобы как-то поднять вам настроение и заставить вас забыть о травме, хочу сказать, что ролик, в котором мы с вами снимались, промотирующий русский рулет, ну, где вы меня пытались страшно, а я вас боялся, в Германии на конкурсе телевизионного дизайна получил приз в номинации «Лучший промо-ролик игровой программы». Вот на этой патетической ноте. Под аплодисменты я приглашаю вас занять свое место. Уважаемые игроки, вкратце хочу напомнить вам правила нашего шоу. Вас спрашивают, вы отвечаете. Если вы отвечаете правильно, вы зарабатываете деньги, но если вы отвечаете неправильно, вы теряете все свои деньги, и вам придется привести в действие механизма русской рулетки. В первом раунде из шести ячеек пять для вас абсолютно безопасны, но одна будет пустой. Если после того, как вы остановите механизм, под вами окажется пустая ячейка, то тогда вы покинете наше шоу по-английски не прощаясь, потому что это русская рулетка. Игра сыграть в которую существует один миллион причин. Не надо бояться, я привел в действие механизм с одной только целью – узнать, определить случайным образом, кто будет решать, кому отвечать на первый вопрос первого раунда. Ярослав, это будете вы. Вопрос. Какая страна успешно конкурирует с Соединенными Штатами Америки по количеству выпущенных в год фильмов? Прежде чем вы решите, кто будет отвечать, я хочу, чтобы каждый из игроков получил по одной тысяче рублей. Теперь решайте, Ярослав. Александр. В смысле, Сергей? Ой, Сергей, да. А почему Сергей? Ну, ближе стоит. Ну, давайте послушаем варианты ответов. Итак, Сергей, выбрали вас. Индия, Мексика. Время. Индия. Вы готовы ответить на пятой секунде? Да. А Мексика, как вы думаете, не выпускает ли она столько же фильмов, сколько и США? Нет. У вас еще 8 секунд. Индия очень много выпускает, я знаю. Точно. Точно. Можно принимать. Принято. Совершенно верно. Поздравляю. Вы зарабатываете одну тысячу рублей за правильный ответ. Следующий вопрос. Какая спортивная игра в старину называлась «Рюхи»? Кто будет отвечать? Проверочка, Людмила. Что, что меня сейчас удивило? Людмила, это будете вы, вас только что выбрали. Подождите. Сейчас. У меня кто-то спорный. Варианты ответов. Городки, лапта. Время. Рюхи. Вспоминайте все, что вы знаете о спорте и о игре, которая называлась «Рюхи». 13 секунд. Городки или лапта? Я все еще плоднокровная самая. Уже это не имеет никакого значения. Ваш пульс вырос и вырос достаточно сильно. Лапта. Точно. Можно принимать. Да. Принято. Не попало. Городки. Вы беда какая. Вы потеряли 1 тысячу рублей. Людмила, мне придется подойти к вам. Да. Как там у вас было в ролике? Ну, че? Нет, нет. А че? А вот че? Ну, пожалуйста. Я хочу напомнить, что в первом раунде ваши шансы 5 к 1 в вашу пользу. 5 ячеек спасительной, одна будет пустой. Постарайтесь остановить механизм так, чтобы под вами оказалась спасительная ячейка. Рюхи вы запомните на всю оставшуюся жизнь. А вот запомним, ли мы вас по падению в первом раунде, или вы будете продолжать играть, мы узнаем прямо сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Рюхи мои, рюхи. Ряхи. Держись. Вы остаетесь в игре, вам летят поздравляем. Я все еще самая сладогромная. АПЛОДИСМЕНТЫ О-о-о-о-о! Ой, ряхи. Спасибо. Помните, Людмила, что вы пришли в это шоу проверить свои нервы. Да! Нервная система... Просто, просто, просто уже. ...ваша уже не выдерживает. Она уже зашкаливает. Соберитесь. Вы остались без денег, но у вас есть возможность продолжать игру и выйти в финал, выиграть у нас один миллион. Вопрос. Против каких завоевателей земли русской возглавили борьбу Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? Кто отвечает? Александр. Такой хладнокровнее меня, по-моему. Александр, это будете вы. Против меня. Против поляков, против французов время. Вопрос интересный, конечно. Вопрос, кажущийся простым. Может в себе содержать каверзу? Французы, поляки. Десять секунд. Девять. Поляки или французы? Нужно решать. Я думаю, что поляки. 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 Принято. Да, абсолютно верно. Ответ поляки, он был верный. Вы зарабатываете одну тысячу рублей. Давайте послушаем следующий вопрос. Кто из павлинов украшен роскошным хвостом? Кто отвечает? Ну, я думаю, что этот вопрос я передам Ярославу. Можно? Самец, самка. Время. Самец. Это уже ответ? Да. Вы готовы отвечать? Не будете думать, а вдруг это самка? Видели павлинов? В жизни наверняка видели. Павлинов? Да. Кто с хвостом? Самец или самка? Семь секунд. Ответ. Самец. Самец. Принято. Да, совершенно верно. Плюс одна тысяча рублей. Следующий вопрос. Каким напитком мальвина из сказки «Золотой ключик» угощала буратино? Вы решаете, кто отвечает Ярослав? Оля, вам не удалось, как мне кажется, судя по этому кивку, отсидеться в окопах. Насколько я понимаю, вы выбираете Ольгу. Ольга, Ольга. Ольга, это будете вы. Скажи самогон. Молоком какао. Время. Вы читали книжку, наверняка читали. Наверняка смотрели фильм. Его нельзя было не смотреть. Вспомните, чем угощала Мальвина Буратино. 12 секунд. Молоко или какао? Не помню я ни молоко, ни какао, не помню. Чем бы вы угостили буратино? Я помню, что буратино не хотела бы пить. 5 секунд. А она говорила, что это очень полезно. Наверное, молоко. Молоко принято. Нет. Нет, нет, нет. Для начала, Оля, я заберу у вас одну тысячу рублей. Они достанутся Ярославу. Ольга. Ну, а теперь мы с вами сыграем в забавную игру. Давайте, приводите в действие механизм. Какой у вас сейчас пульс, Ольга? Не знаю. По вашему ощущению? Жалко так вот сразу уходить как-то. Хотелось еще поиграть. Не нужно. А вы настроены на провал. Ну, ну, че, я назад, да? Ну, ладно. Вы остались! Ура! Сегодня на нашей площадке ошибаются в основном, пока в основном, женщины. Им в основном везет. Вы потеряли деньги, но вы остаетесь в игре. У нас закончились вопросы первого раунда. По правилам нашего шоу, игрок, у которого наибольшее количество денег, в случае, если никто из его соперников не покинул нашу площадку известным нам способом, считается спасенным. У нас и у Ярослава, и у Сергея по 3000 рублей. У нас нет явного лидера. В этом случае спасенным не считается никто. Я приведу в действие механизм. И после того, как я его остановлю, один из вас, уважаемые игроки, такого правила нашего шоу, покинет эту площадку со скоростью пули. Сейчас каждому из вас нужно призвать фортуну себе на помощь и остаться в игре. Но один этого не сделает. На всякий случай прощаюсь со всеми персональными. Я уже молитву читаю. Просто делал, молюсь. Вы можете на секунду успокоиться, потому что горькая чаша проигрыша вас миновала. Да, приятная новость. 2000 рублей, которые принадлежали раньше Александру, он не унес их с собой. Он оставил их вам. Мы делим их на равные части между всеми оставшимися участниками. И на этом, собственно говоря, заканчивается первый раунд. Впереди второй. Вы помните, в рекламном ролике, в котором блистал Александр, так рано нас покинувший по итогам первого раунда, он был все время не уверен. Сейчас он уверен только в одном, что законы гравитации еще никто не отменял. Вы во втором раунде. Теперь вы будете получать по 2000 рублей за правильный ответ, выбирать из трех вариантов ответа. И теперь две ячейки из шести будут для вас губительны. По итогам первого раунда у нас нет лидера, поэтому я приведу в действие механизм. И мы опять случайным образом определим, кто будет решать, кому отвечать на первый вопрос второго раунда. Ярослав, это снова вы. В каком заведении веселились моряки из известной песни «В нашу гавань заходили корабли»? Кто будет отвечать, Ярослав? Ну, по традиции... Сергей. Да. Только что Ярослав выбрал вас. В трактире, в таверне, в харчевне. Время. Вы помните эту песню? А вы знаете, честно говоря, с трудом. Тогда вам остается уповать только... Трактир что-то деревенское. Харчевня тоже что-то такое. И семь секунд на размышления. К море не имеющее отношения. Четыре. Черт возьми. Быстрее. Наверное, это таверна. Принято. Совершенно верно. Ну, конечно. Таверна — это все-таки портовый кабачок. Плюс две тысячи рублей. Теперь у нас на площадке вновь есть лидер. Но берегитесь. За вашими деньгами будут охотиться ваши соперники. Вопрос. Кто из трех последовательно царствовавших российских императоров был отцом двух других? Кто отвечает? Девчонки. Я всегда любил женское общество. Поэтому рискну попросить Ярослава ответить. Вы возвращаете ему вопрос. Долг платежом красен. Ударом на удар отвечает Сергей. Ярослав, это будете вы. Александр I, Павел I, Николай I. Время! Вопрос на знание русской истории. 12 секунд на размышления. Осталось 11.10. Ярослав, можете размышлять вслух. Это всегда помогает. 6 секунд. Николай I. Николай I. Это ваш ответ. Принято. Павел I. Он был отцом царствовавшего впоследствии Александра I. А после Александра I царствовал Николай I. Тот самый, которого вы назвали. Это был ошибочный ответ. Вы теряете деньги. Сергей, у вас 9 тысяч рублей. Это больше в 9 раз, чем сумма выигрыша ваших соперников. У них на троих всего одна тысяча. Но Людмила и Ольга могут быть спокойны. А вот вам придется чуточку понервничать, Ярослав. Прошу вас. В случае, если вам не повезет, травма руки не помешает вам, полететь от души и приземлиться. Где-то на другом конце света. Ваши шансы 2 к 1 в вашу пользу. Две ячейки пустые, 4 спасительных. Готов. А к чему вы готовы? Готовы к спасению? Вы остаетесь. Вопрос. Какого цвета кровь у скорпионов? Кто отвечает? Ольга. Вы позарились на ее 500 рублей. Смотрите, у Сергея 9 тысяч. И пульс, кстати, чаще. Ваше решение? Ольга. Ольга, это будете вы. Я пытался его отговорить. Алого, зеленого, голубого. Время. Точно не алая. Осталась зеленая или голубая? Зеленая или голубая. И 12 секунд. Голубая слишком романтична. Скажите, зеленая. Точно. Можно принимать. Принято. Какая она. Жаля. Вы знаете, на самом деле голубая. Хотя говорят, что голубая кровь – это отличительная черта аристократии. 500 рублей – не такая большая потеря. Скажите, Ольга, а вас часто называют именем вашей героини Зина? Вы, кстати, приведите в действие механизм. А, да, иногда так, шутят. Такое какое-то, вот я считаю, несколько… Но люди, которые вас не знают, не знают вашего настоящего имени, узнают вас на улице, они наверняка вас называют… Ну, ничего не узнают, очень редко узнают. Я, как правило, не накрашенная, хожу очень часто в очках, такая серенькая мышка. Еще есть у нас шанс посмотреть, как, возможно, отправиться в бездну известная актриса, приглашенная Питером Гринуэем. Ах, как обычно, как все люди. Истерично немножко. Вы знаете, иногда «Фортуна» реагирует на эмоции участников. Вы же призывали к себе удачу, и она, заметьте, пришла к вам. Продолжим наши игры. Вопрос. В каком кинофильме впервые прозвучала фраза «Я не волшебник, я только учусь»? Кто отвечает? Мне кажется, все ответят. Ну, решайте. Ну, Людмила. Спасибо тебе. Людмила, это будете вы. Да. Думаю. Золушка, обыкновенное чудо, чародей. Время. Конечно, Золушка. Вы помните этот фильм? Да. Этот ответ можно не пытаться предлагать вам изменить. Да. Ваш вариант. Принято. Конечно. Да. Все помнят эту прекрасную, добрую сказку. Плюс 2000 рублей. Давайте послушаем следующий вопрос. Пойдем. На каком языке говорил крокодил из одноименной сказки Корнея Чуковского? Кто отвечает? Я думаю, Сергей. Почему Сергей? Хочется. Хочется его денег? Очень. Вот эта абсолютно правильная тактика, она может принести вам позитивные плоды. Сергей, это будете вы. Хорошо. На немецком, на французском, на турецком. Время. Немецкий что-то жестковато. Я, честно говоря, не помню. Турецкий я даже себе не представляю. Но остается... Французский. Но хотя крокодил из теплых стран, может быть, он где-то слышал турецкую речь? Нет. Ваше решение? Французский. Принято. Как ты смеешь тут ходить по-турецки говорить? Крокодилом здесь гулять не положено. Так обращается городовой крокодил, который прогуливался и говорил по-турецки. Не помню. Вы потеряли свои деньги. 9 тысяч рублей. Вот так. Людмила, поздравляю. Вы самая богатая участница на площадке нашего шоу. 11 тысяч 500 рублей. Это ваши деньги. Как это получилось-то? У Сергея нет денег. Ты брала? Приводите в действие механизм. Ну что ж, уверенной рукой. О чем вы сейчас думаете? Напоминаю, шансы два к одному. У нас уже было два неверных ответа. Пока судьба щадила наших участников. Эх, помолясь. О, Господи. Ну что Бог даст. Вы остаетесь в игре. Сегодня нашим участникам фантастически везет. Итак, Людмила, теперь поговорим о приятном. У нас нет больше вопросов о втором раунде. Игрок, у которого наибольшее количество денег, а это вы, приходит ко мне в гости. Сюда, прошу вас. Вы считаетесь спасенной. Да. И здесь, прошу вас, да? Да. Вы приводите в действие механизм. И так? Пожалуйста, приводите. А теперь об ответственности. Как только вы остановите механизм, один из игроков ваших соперников покинет наше шоу. Коварный. Кому вы желаете удачи больше всего? Мы понимаем, что вы всем желаете удачи. Сергею, Ольге или Ярославу? Эх, наверное, Ольге. Ну, останавливайтесь, механизм. А мы узнаем, повезет Ольге или нет. Прошу вас. Людмила, вы опять слукавили. Это была неправда, что вы желали победы и удачи Ольге. Посмотрите, что вы с ней сделали. Нет. Ваша рука остановила механизм. Нет, это ее спасло. Мы же мучимся, а она уже... Она уже отмучилась. Она уже, конечно. Ну что же, идите мучиться дальше. Я прошу вас занять ваше игровое место. Отныне все привилегии аннулировались, потому что на этом закончился второй раунд. Впереди третий. Начну с печального. От раунда к раунду мы теряем замечательных актеров театра и кино, которые запомнились нам блистательной игрой в различных рекламных роликах. Теперь веселое. Вы-то еще живы. Пока. Третий раунд. 3000 рублей за правильный ответ. Четыре варианта ответа. Три ячейки из шести. Для вас теперь губительные шансы остаться в игре один к одному. Людмила, вы лидер по итогам первых двух раундов. Значит, первый вопрос точно не для вас. Вопрос. Пулей из какого металла можно по преданию убить вампира? Кто отвечает? Сергей или Ярослав? Людмила, решайте. Сергей. Сергей, это будете вы. Из меди, из серебра, из золота, из свинца. Время. Черт возьми, сейчас столько фильмов про вампиров, про нечистую силу, что было бы стыдно, наверное, не ответить. Я считаю по просмотру кучи фильмов, что это... Про вампиров. Про вампиров, да. Это все-таки серебро. Принято. Да. Конечно, пули из серебра по преданию убивают вампиров. Плюс 3000 рублей. Вы начинаете догонять Людмилу по количеству денег, но вам еще нужно постараться. Следующий вопрос. Флот какой страны называли непобедимой армадой? Кто отвечает? Вопрос мужской. Поэтому задать его нужно Людмиле. Я рискую Людмиле задать. Людмила, это будете вы. Великобритании, Голландии, Португалии, Испании. Время. 18 секунд. Вы рискуете своими деньгами и своей карьерой в нашем шоу. 13 секунд. Размышляйте, не молчите. 8 секунд. Испания мне ближе. Испания ближе. Это ответ. Принято. Хотя ужасно, наверное. Совершенно верно. Поздравляю. Нет. Непобедимая армада была разгромлена плотом Великобритании и перестала быть непобедимой. Плюс 3000 рублей. Вопрос. Кто из звезд мирового женского тенниса поведал всему миру, что прыгать должны только мячики? Кто отвечает? Ну, тогда Ярослав. Почему? Почему не Сергей? Визави и очень мужественный. Очень. Ярослав, вас выбрали, постарайтесь ответить. Мартина Хингис, Штефи Граф, Анна Курникова, Моника Селиш. Время. 15 секунд. Ярослав. Штефи Граф. Почему? Не знаю. Наугад. Вы не знаете ответ на этот вопрос? Абсолютно. Ваше решение. 5 секунд. 3. Штефи. Штефи Граф, принято. Анна Курникова рекламирует нижнее белье именно с этим слоганом, что прыгать на теннисном корте должны только мячики. Вы не смотрите рекламу, в которой снимаются другие звезды. Вы смотрите, очевидно, только рекламные ролики со своим участием. Ярослав, вы теряете 500 рублей. Подождите, подождите, подождите. Сначала отдайте деньги. А вот теперь вы можете уже прикоснуться к механизму русской рулетки, к механизму судьбы, как мы его называем. Давайте, давайте, прошу. Вы любите смотреть рекламу? Нет. Нет. И это вас погубило. Шанс один к одному. Три ячейки пустые, три ячейки спасительные. Вот подтверждение того, что везение никогда не бывает бесконечным. Уважаемые участники, подобная же участь постигнет неминуемо одного из вас. Но это будет в следующем раунде. Третий раунд закончился, впереди четвертый. Очень многие люди не любят рекламу. Скажите, пожалуйста, о съемке в рекламных роликах прибавили вам врагов в вашей жизни? Сергей. Вы знаете, во-первых, никто... Нет, поклонников и друзей у вас стало больше, без сомнений. А врагов? Но никто не показал даже виду, что я стал чем-то неприятелем. Единственные упреки, которые я слышал от, к счастью, небольшой части людей, Сергей, как ты мог в этой пошлости сниматься? Вот единственное. А что вы им отвечаете? Если бы вы знали, сколько денег мне за это заплатили, то вы бы меня пожалели и сказали бы, Сережа, и за такие деньги ты в этом снимался? Людмила, а у вас? Благодаря создателям этого ролика уж слишком вкусный персонаж. Ну, хочу вам сказать, что один враг у вас точно есть. Людмила, он находится справа от вас, Сергей, ваш враг слева. Да. Итак, посмотрим, что у нас творится. Людмила, 15 тысяч рублей, Сергей, 3 тысячи рублей. Людмила, первый вопрос звучит для Сергея. Вопрос. Какое слово переводится с японского как «божественный ветер»? Камикадзе, якудза, каратэ, тайфун, цунами. Время. 16 секунд. 15. Да, непросто. 12. Эти ветра смущают, тайфуны, цунами, якудза – это бандиты, каратэ – это борьба. Камикадзе, тайфун, цунами. Но быстрее. Камикадзе. Принято. Совершенно верно. Плюс 4 тысячи рублей. Вопрос. Какой гриб в народе прозвали «заячьей картошкой»? Опенок, сморчок, строчок, дождевик, волнушку. Время. Собираете грибы. Когда-нибудь ходили в лес? Ой, так это давно было. Вспоминайте. Сейчас от этого зависит ваша судьба. Не знаю. Рассуждайте. Ну, наверное, волнушка. Уж больно хорошее название. Хорошее название, но может быть «заячьей картошкой». Ваш ответ – волнушка принята. Вопрос. 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 А вот какой из грибов по форме напоминает картофель? А я уже не помню. Дождевик. Совершенно верно. Вы потеряли таким трудом нажитые 15 тысяч рублей. Вы уже хотите привести в механизм? Приводите. Чего нам рассуждать уж? Давайте уж мы. Прозвучала ваше знаменитое «чё». А вот это «ну чё?» А «чё?» Это вы сами придумали? Это придумано сценаристом. Как ни странно. Вы остановили механизм. Ждём решения фортуны. Кричать буду. Предупреждаю. Кричите. Вот как-то слабо она всё-таки кричала. Хотя, с другой стороны, никто не знает, как он поведёт себя в свободном падении. Возможность узнать ваше поведение, Сергей, у нас есть. Равно как у вас есть возможность покинуть наше шоу на своих двоих, собрав у нас 1 миллион рублей. Потому что вы становитесь финалистом. Четвёртый раунд закончился. Впереди финал. Сергей Рубека. Финалист-победитель нашей программы. В первых четырёх раундах вы выиграли 22 тысячи рублей. Это, конечно, не идёт ни в какое сравнение с тем колоссальным гонораром, который вы получили за съёмки в рекламу. Но у вас есть возможность выиграть 1 миллион. 22 тысячи вы не можете проиграть. Это ваши деньги, вы обязательно их получите. Итак, правила финала. Вы приводите в действие механизм, потом останавливаете его. Затем занимаете любое игровое место. Любое из шести. Затем звучит вопрос. Первый вопрос. Финала стоит 50 тысяч рублей. У вас будет 10 секунд на размышления и ни одного варианта ответа. Если вы отвечаете правильно, вы зарабатываете 50 тысяч и решаете идти вам дальше или покинуть нашу программу с выигранными деньгами. Если вы отвечаете неправильно, то три люка из шести откроются автоматически. Поэтому место надо выбирать с особой тщательностью. Я предлагаю сыграть вам в русскую рулетку. Сергей, а после того, как вы стали известным благодаря съёмкам в рекламе, вас наверняка часто приглашают на телевидение? Да. А принимали ли участие в каких-нибудь игровых программах? Да. На первом канале? Первый. Слабое звено. Слабое звено выиграли? Я играл в финале, но не выиграл. Сейчас у вас есть возможность забрать деньги и положить их себе в карман. Ну что ж. И теперь выбирайте любое игровое место. Я человек постоянный. Человек привычки. То есть вы занимаете то игровое место, которое приносило удачу вам в течение всего шоу. Вопрос. Для чьей зимовки строят амшаники? Время. Для зимовки... Пчёл. Абсолютно верный ответ. Да! Браво! Вы только что выиграли. У нас 50 тысяч рублей. Сергей, прошу вас сюда. Я обязан вас спросить. Покинете ли вы нашу программу с 72 тысячами рублей? Вы можете это сделать прямо сейчас. Или вы хотите стать обладателем 1 миллиона 22 тысяч рублей? Вот это уже сумма сопоставимая с вашим фантастическим гонораром за съёмки в рекламном ролике. В этом я уверен. Ну, насчёт гонорара за рекламный ролик... Будем считать, что вы пошутили. Вот. Играем. Это реально. Да. Итак, замечательно. Хочу единственное вас предупредить о том, что в случае, если вы ошибётесь, откроются 4 люка из 6. Прошу вас, приведите в действие механизм. Угу. Только что вы сожгли мост подступления. До тех пор, пока вы не прикоснулись к механизму, вы могли передуматься. Но теперь... Механизм сейчас изменит своё положение. Он уже его изменил. Можете останавливать. Тогда, когда считаете нужно. Ну, что ж... 4 люка из 6 откроются автоматически в случае вашего неверного ответа. Занимайте любое игровое место. Сергей, вы уверены? Да. Вопрос стоимостью 100 тысяч рублей. 10 секунд на размышление. Вариантов ответа нет. Какой поэт призывал? Не спи, не спи, художник. Время. 5 секунд. 2 секунды. Ответ. Маяковский. Принято, но, к сожалению, неверно. Не спи, не спи, художник. Не предавайся. Сну ты вечности. Заложнику. Времени в плену. Борис Пастернак. Пастернак. 4 люка из 6 открываются автоматически. Ну, как дети, честное слово. Вот взрослые, состоявшиеся артисты. Не слушают, не понимают русского языка. Я же предупреждал Сергею, что имеет смысл поменять место. Многие часто себя спрашивают, почему мне не везет, почему везет всем, кроме меня. А что вы сделали для того, чтобы вам везло? Что вообще нужно для этого делать? Нужно верить в удачу, надеяться и играть. Субтитры создавал DimaTorzok